Привет, друзья! На улице моросит дождь, такой противный, решила заняться дома посадками. Посмотрите на мои помидорки комнатные. Вот они все еще тут в куче сидят. Надо срочно их рассадить по своим квартиркам. Вот не могу понять, почему эти такие высокие. Кстати, в прошлом году у меня тоже так было. Сейчас вот только не помню, где магазинные семена, а где домашние. Эти более приземистые, а эти высокие. Хотя бы это не оказалось, что это будет черек. Ну ладно, подрастут, тогда и увидим. Так, принесла стаканчики. Я не знаю, столько много мне, наверное, не надо помидорок. Ну посмотрю, сейчас же будет жалко выбросить. А потом у меня не будет места, где поставить, поэтому надо сразу решать этот вопрос кардинально. Принесла песочка прокаленный у меня еще оставался с прошлого года. Золы принесла немножко, в стаканчик набрала. Вот, так что сейчас пойду в грунт, посмотрю. У меня там покупного грунта, правда, светофорского осталось немножко. То ли просею его, то ли так возьму. Не знаю, посмотрю, как он там выглядит, одену перчатки, а то рука болит. И вот займусь посадкой средств помидорок. На дно, видите, положила салфеточки, чтобы земля не высыпалась в дырочки. И еще сюда шелухи от семечек насыплю. И хочу попробовать в отдельную плошечку, не каждый в отдельный стаканчик, а просто плошечку. Вот, отсадить, посмотрите, насеялось катарантусиков. Вот сколько много. Они долговато растут, поэтому можно попробовать. Потому что на него я просто не могу нарадоваться. Посмотрите на эту красоту. Цветет и цветет и цветет и растет дальше и дальше и дальше. Сегодня я его подкормила, потому что немножко начали листики желтеть. Видите, значит, явно питания не хватает ему. Вот такие дела, друзья. И еще хочу свой спацифилум пересадить. Там, где треснул горшок, в зале у меня большущий. Вот, купила горшок. Смотрите, какой красивый, большой. Не хочу его делить, хочу прямо такой и пересадить сюда. Вот, в светофоре появились такие горшки. Правда, не скажу, что прям такие дешевые. По-моему, рублей 13 стоит. Вот. И пересажу сюда, если у меня хватит земли. Вот, друзья, смотрите, красненький уже готов у меня. Потом, думаю, забыла показать. Вот на дно насыпала скорлупы от семечек. Всегда так делаю. И сейчас сюда землю. И прямо в стаканчике добавлю пол чайной ложечки золы, две чайной ложечки песка и прямо в стаканчике перемешаю. Мой тазик сломался, где я обычно грунты смешивала себе. Надо купить себе новый тазик, такой не сильно большой. А бы брать большой мне не хочется. Ну что, друзья, вот свои катарантусики прям подкопнула вот так вот ложечкой. И сейчас буду по одному вот так вот аккуратненько рассаживать. Ювелирная работа, конечно. А потом вазон там еще подкопну и подсыплю туда земли по краешкам свеженькой. И должна быть получиться у меня очень даже красота. Ну что, друзья, такое впечатление, что огородный сезон у нас и не заканчивается никак. Алена говорит, мама, ты с ума сошла? Я говорю, ну а как? Надо что-то делать. Вот мои помидорки красавчики. Пересадила трех желтых и один красный. Красный только один зашел. Эти пока оставила здесь. Может, соседке предложу. Вдруг она захочет. Но навряд ли. Вот. И вот смотри, смотрите, мои маленькие катарантусики. Вот получилась прям целая плошечка. Пускай здесь приживаются, подрастают. Потом можно рассаживать по отдельным стаканчикам. И, может быть, можно кому-то и предложить. Такой шикарный-шикарный цветок. Посмотрите, какая прелесть. Я не могу на него нарадоваться целое лето. Хорошо, что я его оставила один дома. А не высадила на улицу. На улицу им слишком холодно. Вот они мне сидят там на улице. Ну, вот такие какие-то совсем чахленькие. Хотя и лето такое было непонятно. То холодно, то жарко, то заморозки рано начались. Посмотрите, какая красота. Сейчас буду думать, что мне делать с моим спацифиломом. Горшок есть. Поэтому что-то надо думать. Красота, правда? Надо думать уже, как лампу пристроить свою. Фитоламп. Куда, и как, и что. Ну, вот опять головная боль. Посмотрите на мой огромный-огромный спацифилом. Просто гигант. И он тут уже, видите, начали листики подсыхать и желтеть. И вот он собирается снова зацвести. Надо будет, наверное, немножко листики вырезать. И посмотрите, как треснул горшок. Значит, он там корнями уже его разрушить пытается. Никогда не думала, что у него там такая мощная корневая система. Конечно, можно было бы его поделить. Ой, короче, не знаю. Перенесу я это дело на завтра. Может, завтра будет потеплее. И это можно будет сделать как-то на улице. Не знаю. А если не будет потеплее, значит, надо что-то тут все убирать со стола вообще. И пытаться тут как-то это делать. Так что спецфилом переносим на завтра, друзья. А вам желаю крепкого здоровья, хорошего настроения, успехов во всех ваших делах. Всем пока!